Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о ситуации на территории Краснодарского края со распространением новой коронавирусной инфекции и мерах, применяемых совместно администрацией Краснодарского края, Министерством здравоохранения Краснодарского края, Управлением распотребнадзором по Краснодарскому краю. За последнюю неделю в Краснодарском крае зарегистрировано 1248 случаев COVID-19. Если мы сравниваем с прошлой неделей, то у нас отмечается незначительное снижение, а если рассматривать абсолютных числах, то за позапрошлой неделей было зафиксировано 1282 случая. За последние сутки 173 случая, подтвержденного COVID-19. В среднем за последнюю неделю количество случаев, выявленных COVID-19, составляет 178 случаев. Коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 0,96. Таким образом, у нас отмечается темп снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекции, по сравнению с прошлой неделей, составляет 4%. Общее количество заболевших с момента начала регистрации на сегодняшний день составляет 35884 человека, из них детей 2645. Выписано пациентов всего 28354 человека, это что составляет 77% от всех заболевших, из них детей 2560, в том числе за последние сутки 317. Больше всего случаев заболеваемости COVID-19 зарегистрировано. Город Краснодар, 11889 случаев. Город Сочи, 3042 случая. Белореченский район, 1172 случая. Туапсинский район, 1115 случаев. Кавказский район, 937 случаев. Город Новороссийск, 916 случаев. С начала 2021 года лидерами по количеству выявленных COVID-19, город Краснодар, 2323 случая. Город Сочи, 845 случаев. Геленджик, 280 случаев. Туапсе, 255 случаев. Белореченский район, 249. Наименьшее число зарегистрированных случаев. Это Щербиновский район, 22 случая. Кавказский район, 27 случаев. Отраднинский район, 32 случая. Брюховецкий, 32 случая. За последнюю неделю наибольшее число зарегистрированных, безусловно, остается, при статистике у нас она как бы стабильна. Город Краснодар, 349 случаев. Сочи, 129. Динской район, 74. Она по 47. Это в абсолютных числах. Если рассматривать заболеваемость именно в качестве на 100 тысяч населения, то уровень заболеваемости наибольший у нас. Это Василковский район, 1344,2. Город Краснодар, 1163,3. Белореченский район, 1082,4. Павловский район, 1006,4. Наименьшая заболеваемость отмечается в Брюховецком районе, 196. Каневской район, 194,8. Приморсо-Ахтарский район, 261,9. Новокубанский район, 265. Новороссийска, 274. С начала 2021 года отмечается снижение числа пациентов, находящихся на стационарном лечении. Если в январе месяце у нас общий коечный фонд составлял 6677 коек, и в 27 медицинских организациях перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, с учетом снижения Министерства здравоохранения Краснодарского края проводятся мероприятия по возврату медицинских организаций к плановому приему пациентов. Так, в феврале месяце количество медицинских организаций, оказывающих помощь больным с COVID-19 сокращено до 24. Три медицинские организации вернулись к плановой работе. Это госпиталь ветеранов, кожный нейрологический диспансер номер 2, город Сочи, центр охраны материнства и детства, город Сочи. Коечный фонд сокращен практически на 30%. На фоне проведения уменьшения коечного фонда, в настоящее время занято 3410 коек, из них пациентов с COVID-19 1313, свободных коек 1040, что составляет 23,4% от всего коечного фонда. Эта работа постепенная, плановая и на основании ежедневного мониторинга по эпид-ситуации, по заболеваемости COVID-19. При изменении ситуации мы готовы как в сторону увеличения, вплоть до 7000, увеличение коечного фонда, так и переход к плановому приему наших медицинских организаций. В соответствии с планом распределения Министерства здравоохранения Российской Федерации вакцины против COVID-19 в Краснодарском крае должны поступить вакцины в объеме 235 тысяч доз. В настоящее время к нам поступает гамма-вак COVID-19, спутник ВИ, она двухкомпонентная, эта вакцина делается в два этапа с промежутком в 21 день. Вакцинация проводится на добровольной основе с 18 лет. В настоящее время в Краснодарский край поступило 89,7 тысяч доз вакцины. Проведена вакцинация 71,597. Из них полный курс получили более 14 тысяч, если быть точнее 14 297 человек. Неполный курс 57,300. Особо хотелось бы донести информацию, что из этих лиц старше 60 лет привито более 37 тысяч человек. На сегодняшний день мы ожидаем буквально либо сегодня, либо на выходных поступление в Краснодарский край более 40 тысяч доз вакцины, а точнее быть 40 тысяч 400. На следующей неделе мы ожидаем поставку вакцины 28,700 доз. Вакцинация проводится в плановом объеме. Вакцинацию можно пройти в 97 медицинских организациях, в том числе в 86 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, то есть в поликлиниках, поликлинических отделениях наших центральных районных больниц. Открыты дополнительные пункты по вакцинации. Кроме того, организованы в городе Краснодаре, в городе Новороссийске, в городе Сочи организованы мобильные медицинские пункты по организации вакцинации. Каждый желающий может осуществить запись для проведения вакцинации, обратившись в поликлинику по месту жительства, либо через сайт госуслуг. Эта функция, она доступна, и в принципе в настоящее время нет никаких проблем для того, чтобы это сделать. Вторая партия, поступившая к нам порядка 50 тысяч доз, она отличается от предыдущей партии именно тем, что она предназначена 1 ампулу на 1 человека. До этого была партия 1 ампулу на 5 человек. Таким образом, уменьшаются риски проведения вакцинации не в полном объеме, либо, то есть, прежде приходилось проводить вакцинацию только при наличии 5 человек. Сейчас 1 ампула, 1 человек. Все медицинские организации готовы к проведению полномасштабной вакцинации. Дополнительно планируется приобретение дополнительных холодильных камер и морозильных установок. Несмотря на ситуацию, которая характеризуется относительно, первое, это то, что можно сказать, это абсолютно стабильное, но еще идет тенденция к снижению заболевания. Если мы раньше говорили в среднем о 190 случаях, зарегистрированных ежесуточно, то сейчас мы выходим на цифру, вышли уже на цифру в среднем 178. Кроме того, медицинскими организациями проводится лекарственное обеспечение, пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, с вероятным и подтвержденным диагнозом COVID-19. Все необходимые лекарственные препараты в медицинских организациях имеются в достаточном количестве. Общий объем закупленных финансирований, на которые были закуплены лекарственные препараты, составил порядка 335 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия по заключению дополнительного соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Администрацией Краснодарского края по выделению дополнительного финансирования на приобретение необходимых лекарственных препаратов. На этой неделе вышла новая редакция временных методических рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, версия 10. Она существенно дополнена в рамках проведения, уточнения, какие лекарственные препараты использовать при амбулаторном лечении, особенности введения стационарных пациентов и проведения вакцинации. Проводимые мероприятия, они показывают, что совместными усилиями мы добиваемся необходимого результата, очень надеемся на то, что эта тенденция продолжится, и на следующем нашем совещании цифры будут еще более, как бы сказать, показательны в том смысле, что заболеваемость у нас снижается. На фоне эпидемиологической ситуации, и несмотря на такие позитивные ноты, необходимо помнить о соблюдении норм личной гигиены, потому что всегда нужно помнить, что здоровье нужно беречь, таким образом вы бережете себя и своих близких. Продолжение следует...